Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. Хотел уместить все ответы в одном ролике, но про сетевые заезды в командные приключения и проранги я расскажу в следующий раз. И так как я не делал обтяжки в Forza Horizon 3, прошу помочь с этим вопросом. Можно ли перенести достижения дизайнера из Forza Horizon 3 в Forza Horizon 4? То же самое касается дизайнов. Ну а сейчас я немножко расскажу вам про сезонные гонки. На карте они обозначаются новыми иконками с крутящимся циферблатом. Как оказалось, большинство из них оказалось чемпионатами, но с определенными условиями. Призы и условия оказались одинаковыми для всех заездов. Для первого испытания вам необходимо занять третье место против драйватаров уровня средний. Для второго испытания вам необходимо занять уже первое место против драйватаров уровня опытный. Ну а для третьего испытания вам необходимо занять первое место против драйватаров уровня эксперт. Ну а выполнив все эти условия, в подарок вы получите 5000 кредитов, призовую игру и призовую суперигру. Единственное испытание, которое отличается от других, это Триал Автокросс Бич Бью. В нём вам необходимо занять первое место против драйватаров уровня Опытный. В подарок вы получите призовую суперигру. Но основное условие это победить в команде, то есть провести совместный заезд. Также одним из испытаний был знак опасно, который я так и не перепрыгнул, поэтому не знаю, что за него дают. Ну а теперь давайте расскажу вам про новый Форзофон, который продлится с 11 по 18 октября. Ежедневные испытания и Форзофон Лайф я затрагивать больше не буду, поэтому расскажу вам про еженедельное испытание. И первая часть испытания это сесть за руль автомобиля категории внедорожники, а называется оно проходимость. Наверное это самое простое испытание из всех предоставленных. Достаточно просто выехать на нём из гаража и испытание зачтётся. Второе испытание называется Везде дорога. Чтобы его выполнить вам необходимо на внедорожнике провести три заезда автокроссовой серии. На карте автокросс выделен с зелёным значком. Ну а чтобы пройти испытание вам необходимо победить во всех трёх заездах. Следующее испытание называется Немного пошалили. Для его выполнения вам необходимо на внедорожнике продемонстрировать технику Разрушительное ядро. Ну а для выполнения техники вам необходимо чередовать технику Крах в быстрой последовательности. Достаточно сделать это один раз. Ну и самое чудовищное испытание называется Максимальное усилие. Блин сколько я не пытался его выполнить, я так не смог это сделать. Чтобы выполнить это испытание, вам необходимо набрать 7 миллионов баллов за технику на внедорожнике. Честно, ребят, у меня не хватило ни терпения, ни времени, чтобы это сделать. Поэтому, если вы знаете простой способ набрать 7 миллионов очков, напишите о нём, пожалуйста, в комментариях. Сезонный раритет в этот раз находится прямо посередине озера. Ну а среди призов сегодня. Тёплые варежки за 50 очков. Розовые мотоботинки за 60 очков. Призовая игра за 40 очков. Призовая суперигра за 150 очков. Внедорожник Chevrolet Colorado ZR2 за 140 очков. Ну и главный приз за этот фарзофон это Land Rover Series 3 Forza Edition за 300 очков. Ну а на этом всё, друзья. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующий фарзофон, который стартует 18 октября. И поддержи меня лайком. Всем пока и удачи с выполнением заданий. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok